До единого дня голосования остается чуть больше месяца. Напомним, 14 октября в районах области пройдут выборы депутатов местных дум и глав поселений. Тем временем в обл. избиркоме уже подвели предварительные итоги процедуры выдвижения кандидатов. В Кировской области предстоит выбрать больше 3000 депутатов органов местного самоуправления и 259 глав сельских и поселковых муниципалитетов. Выдвижение кандидатов завершено. Процесс регистрации еще продолжается. На сегодняшний день должны быть созданы все избирательные участки. И более того, не позднее 3 сентября они должны быть все опубликованы. В городе Кирове есть газета, она опубликована, избирательные участки. Поэтому неплохо было бы, если бы избиратели наши уже сейчас познакомились с адресами своих избирательных участков и посмотрели, где помещение для голосования. Не позднее 15 сентября должны быть сформированы все участковые избирательные комиссии. На местах проведут выездные семинары, где будут рассмотрены все вопросы по процедуре голосования. Также региональная избирательная комиссия подготовила рекомендации и для политических партий. В областном центре пройдут дополнительные выборы депутата законодательного собрания по 23-му избирательному округу и повторные выборы в городскую думу. Кроме того, в районах области пройдет 144 референдума по местному самообложению. Они будут считаться состоявшимися при явке 50% избирателей. Если активность в селах больше, то здесь менее активны они в реализации своего пассивного права. А именно, ну то есть не очень хотят выдвигаться в депутаты местного уровня, не очень хотят выдвигаться в главы местного самоуправления, да, а активность высокая избирателей, то на уровне городском совершенно другая ситуация. Так, на одно место в законодательном собрании претендовало 7 кандидатов. Зарегистрированы шестеро. В Кировскую городскую думу выдвинуто 6 кандидатов. Добавим, что на всех избирательных участках в областном центре будут работать автоматизированные комплексы по обработке бюллетеней. Каибы также будут размещены в Кирово-Чепецком и Амутнинском районах. Валентина Палкина, Руслан Быкасов, Вести, Кировская область.